Здравствуйте, вы смотрите программу Добрый вечер Ньюринга. Сегодня для вас в студии работает оператор Виктор Ихнич и ведет программу Владимир Бакай. Стало уже доброй традицией в нашем городе по вторникам проводить брифинг для работников средств массовой информации с соответственными работниками из полкома. Не был исключением и прошедший вторник. С состоянием дел в городе вас познакомит Леонид Афанасьевич Торговкин. На этой встрече я хотел бы сказать и представить, что принимает участие Степан Кузьмич Процко, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Якутской СССР, он же член Президиума Верховного Совета. Также принимает участие Евгений Валентинович Базанов, депутат Верховного Совета Якутской СССР, работник Министерства внутренних дел. Значит, Степан Кузьмич возглавляет группу, которая будет работать в городе Нелингре сегодня, завтра, послезавтра, встречаться с трудовыми коллективами и вести разговор на тему о проекте Конституции Якутской СССР. Что на этой неделе в городском совете? Завтра, 9 января, состоится Президиум Городского Совета. Основные вопросы, это вопрос о итогах работы комбината Якутуглестрой и Якутской Энергострой по строительству и вводу объектов Соскульбита, в частности, объектов здравоохранения. Как вы уже извещены, к сожалению, 90-й год у нас провален в части именно Соскульбита, это поликлиника в Чульмане, это и объект скорая помощь в городе, также детская поликлиника в городе Нелингре. Но в то же время нужно сказать, что строители, особенно комбинат Якутуглестрой, выполнили план по вводу жилья. Мы сделали, если грубо, значит, 117 тысяч квадратных метров жилья, то есть большой объем ввели. Значит, выполнены ряд объектов, такие как литейница ХРМЗ, значит, разрез объекта разреза Нелингринский. На этой неделе мы собираемся провести встречу с руководителями ОРСов, торгующих предприятий нашего города, в котором также планируем рассмотреть вопросы, связанные со снабжением города промышленными и продовольственными товарами. Вы помните о том, что у нас около 7 торгующих организаций в городе, начиная от ОРСы, Райпотребсоюза и другие, была и витала идея такая, в котором говорилось образовать единый торг в городе, с тем, чтобы можно было бы получать то же мясо, то же молоко, независимо от того, шахтер, учитель, преподаватель. Но пока к такому мы еще не подошли и, видимо, еще не созрели, решено следующее и другое. О том, что городской совет сегодня будет распределять фонды на государственный заказ, который, то есть, обязано поставить государство, будет распределять по ОРСам, в зависимости от численности работающих городской совет. Много вопросов задается по снабжению бензином, 76-м, 93-м. Сегодня на планерке руководитель нашей нефтебазы, товарищ Калашников, сказал, что 76-й бензин подошел, он будет. А вот по 93-му действительно, товарищи, сегодня сложности. И сказать, что на этой неделе будет 93-й бензин, мы не можем. Хотя и работаем через главнефтепродукты нашей республики, выходим на поставщиков в городе Иркутске, но пока вот есть сложности. Я думаю, что как раз и Степан Кузьмич, который курирует эти вопросы, значит, может нам как-то посодействовать и окажет помощь, может быть. Значит, счастье, вопросов того, что вот показывало наше телевидение интеграл по голодающей нашей Максимовой, значит, ну здесь может быть излишняя гуманность, которую проявляем мы, городской совет, сказывается. И сегодня она категорически отказывается, значит, ложиться в больницу под врачебный присмотр. Этого нет. Мы отправили телеграмму в адрес ее дочери. Если не будет, значит, никаких действий со стороны родственников, то у нас план действий следующий. Значит, мы сейчас в волевом порядке ее через скорую помощь госпитализируем. Тем определим, значит, сопровождающая, оплатим ее, значит, полет до места ее постоянного проживания, это будет, наверное, где-то вот. Главляю комиссию по промышленности. У меня так, наука, промышленность, транспорт, связь, энергетика, так что целый комплекс. Меня интересует вопрос, конечно, членов президента ближе познакомиться сейчас с проблемами города, района. Значит, я уже сегодня говорил у председателя вашего о том, что, в общем-то, неофициально, негласно пока, значит, какое-то кураторство я, значит, на себя принимаю по вашим проблемам, значит, потому что необходимо сегодня оказывать практическую помощь нашим, значит, ну, вновь избранным районным властям городским, потому что проблемы перед ними очень большие стоят. Сегодня, значит, все же на следующей сессии, значит, должны вы знать, что будет принят закон о расширении местных органов самоуправления, их права, обязанностей и так далее, значит, вот формирование даже бюджета, и то мы сегодня должны как-то посмотреть вместе, может посоветоваться, потому что только в таком диалоге, в каком-то нормальном мы, значит, можем выработать какие-то направления улучшения деятельности местных органов самоуправления. Хотел бы определить свою специфику здесь пребывания. Очень беспокоит, что в таком прекрасном городе, в таком прекрасном районе сегодня сложился не вполне нормальный здоровый морально-психологический климат с точки зрения общественного порядка, будем так говорить, и состояния борьбы с преступностью. У меня лично вызывает серьезное беспокойство, что сегодня вы, как ни странно, вышли на одно из первых мест в республике по состоянию преступности. Вы сегодня далеко опередили город Якутск, который давал львиную долю всех преступлений в общей динамике преступности в республике. Но вот посмотрите, сегодня 90-й год вы закончили с двумя тысячами с лишним преступлений. Небывалый для Нюринга случай, и поэтому меня, например, это очень беспокоит. Я уверен, что и партийные, и советские органы, и депутаты Нюрингринского района не меньше нас обеспокоены таким положением. Беспокоит, что наибольшее количество всех противоправных действий и правонарушений происходит в сфере быта вашего города, в ваших поселках таких прекрасных, симпатичных. Вот это очень беспокоит. Я одну цифру только назову, чтобы было понятно, насколько беспокойна ситуация. Если в прошлом году в вашем районе, я имею в виду в всем Кусте Нюрингринском совершено 7 убийств, то в этом году уже сегодня зарегистрировано 17 убийств в прошедшем году. Субтитры создавал DimaTorzok